Рабочая планерка. На совещании обсудили распаковку и строительство спортивных объектов. Новая экспозиция. Армавирцев приглашают посетить выставку «Немцы в российской истории». Юбилейный год. В середине августа 1923 года в Армавире появился педагогический техникум. Здравствуйте в студии Марина Белова. Вашему вниманию основные события из жизни города в материалах наших корреспондентов. Взаимодействие с садоводческими товариществами, строительство спортивных объектов. Итоги субботника. Эти и другие вопросы обсудил глава Армавира Андрей Харченко с руководителями структурных подразделений мэрии на очередной планерке. Проходилось совещание в городской администрации. Подробности в первом сюжете выпуска. В Армавире насчитывается 41 садовое товарищество, в которых проживает более 11 тысяч человек. Одним из важных вопросов для жителей СНТ стала так называемая распаковка – передача электросетевого имущества на баланс сетевой компании, которая будет поддерживать его в надлежащем состоянии. Кроме того, дачники получают возможность заключения индивидуального договора с поставщиком электроэнергии. В Армавире эта работа началась в 2014 году, а процедуру уже прошли 18 садовых товариществ. Еще вдвох распаковка подходит к завершению. Электрические сети садов товариществ получают возможность участия в едином тарифном регулировании Краснодарского окраина. Для электросетевого комплекса товарищества формируются ремонтные и инвестиционные программы, финансированные за счет привлекаемых тарифных средств. Строительство спортивных объектов – одно из важных направлений в развитии Армавира. Поэтому не случайно, что в разных микрорайонах города появляются спортивные площадки и залы для тренировок. В этом году откроется школа гимнастики в микрорайоне Черемушки, а в следующем планируют начать строительство зала единоборств в Северном микрорайоне. На сегодняшний день мы работаем плотно с проектировщиками. Они выполнены работы по посадке здания на земельном участке, запросили технические условия по сетям, все их получили. Имеется у нас, не у нас, а во всем крае типовой проект. Также на планерке обсудили итоги общегородского субботника, который прошел минувшую пятницу. Одни отнеслись к нему ответственно, другие проигнорировали. Жители и коллективы предприятий призвали активнее принимать участие в генеральной уборке. Следующая пройдет 6 сентября. Продолжаем выпуск. В школах и детских садах Армавира близится к завершению подготовка к новому учебному году. Всего в городе насчитывается 24 общеобразовательных учреждения. 1 сентября в Армавире за парты сядут около 18 тысяч учеников, из них 2 тысячи – первоклассники. На подготовку образовательных организаций из бюджетов разного уровня было выделено более 16 миллионов рублей. Подробности в следующем сюжете. Там, где это было необходимо, обновляют кровлю и фасады. Ремонт завершается и внутри зданий. Благоустраиваются территории, прилегающие к учреждениям образования. Сроки выполнения работы и их качества в ходе выездных совещаний контролирует глава города Андрей Харченко. В углу вот этот стальной водосток мы не оставляем, ничего не закончили, ничего не закончили. Ну, я имею в виду свой объем вообще. Все водостоки на белые меняйте. Потом эта труба будет течь, она позаливает весь сок. А то до земли ее отпускать нет. Более трех миллионов рублей выделено на капитальный ремонт спортивного зала, который находится в основном здании девятой школы. Рабочие заменили кровлю, завершили работы по внутренней отделке помещений. Сейчас идет перекрытие пола, замена коммуникации и завоз спортивного оборудования. Аналогичные работы проходят и в школе номер 23. На время самых продолжительных каникул была запланирована замена кровли в школах номер 6, 8 и 11. А во 2 и 15 планировалось обновить ограждение территории. Цель выездных совещаний – проконтролировать, чтобы все работы были завершены без отклонения от графика. Важно успеть сделать все к началу нового учебного года. Глава Армавира побывал и в 20-й школе, где в скором времени откроется центр цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». Коричневого цвета, единая, однотонная, никакой шахматного порядка не будет. Под новый центр выделили целое крыло школьного здания. Это четыре помещения, в которых будут обустроены учебные кабинеты и помещения для проектной деятельности. Оно включает в себя шахматную гостиную и медиазону. В новом центре смогут получать знания почти все ученики школы. Для пятых-седьмых классов здесь будут проходить как основные, так и дополнительные занятия. Остальные школьники смогут на базе центра посещать факультативы. Современное оборудование и подготовленные педагоги сделают обучение интересным и плодотворным. Марина Белова, Игорь Щенников, служба информации канала РЕН-ТВ «Армавир». К другим новостям. В «Армавире» открылась выставка «Немцы в российской истории». Она расположена в выставочном зале дома Дангулова. Инициатива проведения выставки принадлежит немецкой общине. А посвящена она 255-летию появления в России немецких колонистов. Подробности расскажет Влада Волошина. Выставка «Немцы в российской истории» была создана в 2012 году Международным союзом немецкой культуры. Экспонаты иллюстрируют жизнь, быт и деятельность немецкого народа с момента появления первых колонистов в России и до наших дней. Уникальность этой выставки в том, что в ней собраны уникальные документы, архивы. И можно проследить всю историю российских немцев от истоков образования колоний немецких на Волге до сегодняшних дней и о работе сегодняшних организаций российских немцев. Выставка уже успела побывать во многих крупных городах России. В «Армавире» она приехала при содействии немецкой общины в преддверии 180-летия города. Как известно, у нас проживают представители более 100 национальностей. И немцы – одни из них. Знакомство с историей народа и его вкладом в жизнь страны поможет укрепить взаимопонимание и дружбу. Вот эта фраза, как когда-то мы проводили с вами фестиваль, что культура сближает народы. И многие жители нашего города ознакомятся с ней, почувствуют атмосферу и быта, и культуры, и истории немецкого народа. Ведь это всегда интересно. Выставка приурочена к 255-летию выхода манифеста, в котором императрица Екатерина II пригласила в страну первых колонистов. Как они обосновались в России, чем занимались и что сделали для своей новой родины, и рассказывают экспонаты. На выставке представлено 23 стенда с информацией и архивными фотографиями, а также более 60 предметов быта, одежды, сервировки. Организаторы выставки уверены, что горожанам будет интересно познакомиться с жизнью российских немцев. Мы все армавирцы, немцы, русские, чеченцы, греки, все. Мы все вместе живем на одной земле, дышим одним воздухом. И узнавая культуру друг друга, конечно, мы становимся богаче. Выставка продолжит свою работу до 17 сентября. На ее базе будут организованы интерактивные экскурсии. Влада Волошина, Евгений Халманских, служба информации телеканала РЕН-ТВ Армавир. Мы продолжаем показ сюжетов нашей новой рубрики «Особенный день в истории Армавира». В ее рамках речь идет о значимых событиях, которые произошли в жизни города в разные годы в августе и сентябре. Очередная история посвящена появлению в нашем городе первого вуза. Подробности прямо сейчас. Армавирский государственный педагогический университет не зря считается одним из старейших вузов Кубани. Согласно последним данным, которые удалось разыскать председателю Армавирского общества историков-архивистов Сергею Ктиторову, день образования университета приходится на август 1923 года. Удалось найти подлинный документ о том, что 13 августа 1923 года коллегия об проф. обра Кубана Черноморского исполкома приняла решение о переводе бескорбненского педагогического техникума в Армавир и о наименовании его армавирским педагогическим техникумом. Новое учебное заведение готовило учителей начальных школ. Техникум стал прямым предшественником современного АГПУ, который является лидером педагогического образования Юга России. В истории вуза есть еще одна значимая дата, которая тоже выпадает на август. 3 августа 1954 года по постановлению Министерства просвещения РСФСР На базе Армавирского учительского института был образован Армавирский педагогический институт. И таким образом в городе появился первый вуз. Интересно, что на протяжении всей истории своего существования вуз не менял место расположения. Он всегда находился в здании на современной улице Розы-Люксембург. С 1923 года и вплоть до наших дней он занимает вот это прекрасное здание, старинное, один из символов нашего города, замечательный памятник архитектуры, здание бывшего Александровского начального двухклассного училища, которое, кстати, в этом году тоже отмечает юбилей. Оно было построено ровно 120 лет тому назад, в 1899 году. Здание АГПУ прошло реставрацию и сохраняет свой первоначальный облик. Это исторический памятник, который является гордостью Армавира. Влада Волошина, Евгений Холманский, служба информации телеканала РЕН-ТВ Армавир. Это был заключительный сюжет. Эти и другие новости также на сайте городармавир.ру, на авторадио и на страничках в соцсетях. Добавляйтесь в группы, чтобы первыми узнавать новости. Подписывайтесь на наш новый аккаунт Город Армавир в Инстаграме. С вами была Марина Белова. Всего доброго. Смотрите канал РЕН-ТВ.